МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В них содержится информация об изощрённых зверствах фашистов, включая истязания и убийства мирных жителей. Рассекреченные документы позволяют дополнить объективную картину событий начала Великой Отечественной войны. Окупация фашистами Калининской области длилась с 17 октября по 16 декабря 1941 года. Время в масштабах истории недолгое, но сколько бед пришлось на эти два месяца. Страшный пример – деревня Даниловская. В декабре оккупанты сожгли её дотла, предварительно поголовно ограбив жителей. Мужчин угнали в рабство, по женщинам и детям открыли огонь. И это лишь одна кровавая страница зверств фашистов из десятков обнародованных ФСБ. В рассекреченных документах – свидетельство разнообразных пыток, расправ, издевательств. Вплоть до экспериментов карательной медицины. Перед нами нечеловеческая жестокость захватчиков. Самыми известными, широко известными в нашем регионе являются события, связанные именно с массовыми расправами оккупантов с мирным населением. В частности, три истории, на мой взгляд. Это трагические события января 1942 года в деревне Ксты, Пеновского района, когда перед уходом, загнав сарай, гитлеровцы расстреляли людей. Следующая история, мне думается, это умершвление больных в психиатрической больнице имени Литвинова. И третья история, в последние годы к ней нередко обращаются. Это трагическая судьба мирных жителей деревни Афанасова Ржевского района. Но ведь были и другие такого характера события, подобные трагические факты. Например, уже в октябре 1941 года была полностью сожжена деревня Селяния Октябрьского района. Ныне это западно-двинский район Тверской области. Например, жители деревни Требески Молодотутского района, частично он сейчас Оленинский район, населенные пункты, или Ржевского района, 7 ноября 1941 года, для советских людей это была особая дата, 7 ноября, мужская часть населения, начиная с 12-летних мальчишек, на глазах у своих матерей, жен, сестер и так далее, она также была убита. На территории Калининской области погибло 40 876 человек из числа мирного населения. В рабство угнано 23 775 человек. В лагерях для военно-пленных погибло 17 055 красноармейцев. Садисты даже не пытались скрыть свои преступления. Настолько они были уверены в собственной безнаказанности. В условиях изобилия информации, мне думается, далеко не каждый человек задумывается о характере источника информации. В данном случае речь идет о публикации первоисточников, архивных документов. Эти документы дают возможность опровергнуть ставшую уже популярной версию, что, мол, зверства на оккупированных территориях Советского Союза чинили сугубо бойцы фашистских спецподразделений. А вермахт в этом практически не участвовал. Теперь каждая буква, каждая запятая сведений о бесчеловечных зверствах фашистов на оккупированных территориях доступна широкой общественности. По мнению специалистов, рассекреченные документы необходимо передать для изучения в следственные органы. Есть все основания для возбуждения уголовного дела о геноциде.